Итак, как устроен роман Лермонтова? Тема, в общем-то, для лекции достаточно банальная. Все мы со школы еще помним, что роман выстроен весьма своеобразно, особенно для русской литературы до того времени. Реальная, в кавычках, реальная хронология жизни Печорина в романе нарушена, в романе нарушена, и главы переставлены. Ну, позволю себе напомнить некоторые общеизвестные вещи. Итак, порядок глав, если кто-то вдруг давно не перечитывал роман, Белла, Максим Максимович, Тамань, княжна Мэри и Фаталист. Между ними еще предисловие к журналу Печорина перед Таманью и предисловие ко второму изданию, которое тоже в общей структуре романа некоторую роль играет. Оно не просто так написано, не только в связи с критиками. Настоящая же хронология жизни Печорина в тот период, который в романе отражен, выглядит следующим образом. Это Тамань сначала, затем княжна Мэри, причем между Таманью и княжной Мэри, видимо, состоявшаяся военная экспедиция. Затем Фаталист, затем Белла, вот есть нюанс, я о нем скажу сейчас еще, затем Белла, затем, соответственно, Максим Максимович, ну и финальная часть, поскольку в ней мы узнаем о смерти Печорина, это тоже входит в общий сюжет его жизни, это предисловие к журналу. Нюанс, о котором я упомянул, связанный с Фаталистом и Беллой. Вот дело в том, что действие двух этих главок, или точнее новелл, поскольку каждая из глав романа представляет собой, по сути, законченную новеллу, и первоначально они так опубликовались. Более того, очень похоже на то, что Тамань писалась в ту пору, когда еще представление о том, каким будет роман и будет ли он вообще, у Лермонтова не было, а Фаталист, вполне возможно, писался вообще не пропечоренный, только на поздней стадии там появляется вот эта фамилия. Но это ладно. Так вот, Фаталисты Белла. Дело в том, что в романе они происходят практически в одно время. Практически в одно время. Здравствуйте. Фаталисты Белла. В романе действия их происходят практически в одно время. Вот они имеют между собой даже некоторые сюжетные отсылки, в частности, та знаменитая отлучка Печорина на несколько дней, во время которой Белла впадает в депрессию и утешает Максим Максимович, вполне может приходиться как раз на действия фаталиста. Либо же Фаталист происходит уже при жизни Печорина в крепости, но еще до истории с Беллой. Причем возможны и та, и другая интерпретации. Можно поместить и так, и так. Либо действия одновременные, либо все-таки Фаталист происходит в той части Беллы, где, собственно, история похищения, то есть до визита Максима Максимовича и Печорина на свадьбу к его кунаку князю. Само по себе это кажется вроде бы не очень важным, но в таком романе на самом деле неважных деталек нет. Неважных деталек нет. Дело вот в чем. От структуры романа, от того, как мы выстраиваем сюжет в нашем сознании, потому что мы, прочитав роман в том порядке, в котором нам Лермонтов его предложил прочесть, мы должны так или иначе в сознании выстроить подлинную хронологию жизни Печорина. Так вот, в зависимости от того, как мы ее выстраиваем, меняется образ Печорина. Помните в Фаталисте один мелкий момент, там, где Печорин упоминает о том, что его ждала молодая казачка, и так далее, в полушубке, к которой он ходил. Ну, понятно, за чем он к ней ходил. Вот, это очередная его интрижка. Очередная его интрижка. Но, если эта интрижка совершается еще до истории с Беллой, до того, как она даже начинается, тогда это просто способ развеять его скуку. Просто способ развеять его скуку. На которую он как раз там жалуется. А вот если эта история совершается как раз во время его отлучки, тогда это приобретает совершенно иной вид. И, соответственно, герой приобретает некий новый моральный облик и так далее. Почему Лермонтов делает таким образом? Почему он намеренно оставляет эту неясность? Намеренно оставляет эту неясность. А потому что Лермонтов вообще о своем герое никакого окончательного слова не говорит. И даже то, что он говорит в предисловии ко второму изданию, где он пишет, нам скажут, что не может человек быть так дурен, даже это, по всей видимости, не окончательно, поскольку в романе есть вещи, которые эту фразу уравновешивают. Итак, Максим Максимович при этом, действие Максима Максимовича, совершается уже через пять лет после остальных главок. Остальные все во времени довольно плотно спрессованы. С точки зрения биографии Печорина, это уже эндшпиль. Он совершает именно то, что он говорит Максиму Максимовичу «Закончится срок, отправлюсь путешествовать, а ввозь где-нибудь в дороге умру». И как мы узнаем из предисловия к журналу, и это свое намерение он также исполняет. То есть Максим Максимович и предисловия к журналу Печорина это эндшпиль и даже уже эпилог в биографии. Основная его биография укладывается, вообще говоря, в четыре главки. Тамань, Книжна Мэри, Фаталист и Белла. Тамань, Книжна Мэри, Фаталист и Белла. И этот порядок, в общем-то, имеет смысл. В общем-то, имеет смысл. Может быть, в конце лекции, если буду успевать, коснусь этого. Теперь о том, о чем я начал. О том, что Лермонтов не дает нам никакого окончательного решения, никакого окончательного суждения о своем герое. Это может показаться, на самом деле, довольно странным. Вот у меня буквально до лекции была экскурсия. Девятиклассники к нам обычно ходят именно за Печориным. Они как раз его проходят. Им важно послушать. И, значит, в конце, я немножко порассуждал в кабинете Лермонтова, и в конце их учительница так строго мне говорит, но мы все, Печорина, осуждаем. А вы? А я не знаю, что ответить. С одной стороны, я понимаю, что я, если начну долго рассуждать, я и утомлю своих экскурсантов. С другой стороны, не ответить тоже. Я ей сказал просто, что это немного расходится с авторским видением Лермонтова, судя по тому, как устроен роман. Итак, как роман устроен с точки зрения авторского слова? Что нам автор говорит и какими способами? Во-первых, ну, опять же, сначала несколько общеизвестных вещей. Несколько общеизвестных вещей. Во-первых, кто нам историю Печорина рассказывает? В первой главе, в первой главе, ну, уже в первой по порядку. Вот Максим Максимыч. Но сам ли Максим Максимыч? Это же не сочинение Максима Максимовича. Это пишет некий проезжий офицер, который знакомится с нашим штабс-капитаном и слушает его, а потом передает. И он прямо говорит в этой же главе, что я пишу путевые записки. И не могу продолжать раньше, чем Максим Максимыч снова начнет. А пока полюбуйтесь красотами природы. То есть это Максим Максимыч, но не реальный, а с некоторой степенью уже литературного искажения. Литературного искажения. И мы не знаем с какой. И мы не знаем с какой. Уже в самой первой главе слово рассказчика становится не то чтобы неуверенным, неустойчивым. Неустойчивым. Далее. Далее. В главке Максим Максимыч, где сам этот проезжий офицер впервые, первый и последний раз, собственно говоря, видит Печорина, основным рассказчиком является уже сам офицер. Сам офицер. Значит ли это, что вот этот Печорин, которого он нам описывает, абсолютно реален в романе? Давайте диалогизируем. Значит или не значит? Нет, не значит. Почему? А потому что мы не можем поставить знак равенства между вот этим проезжим офицером и Лермонтовым. И там есть вполне конкретное на это указание. В предисловии к журналу Печорина этот самый проезжий офицер, уже выступающий как издатель, пишет, что смерть Печорина дала мне счастливый случай поставить свое имя под чужим сочинением. Ну, известно, что Михаил Юрьевич вообще довольно легко относился к своим рукописям. Он их порой терял, дарил, забывал. Краевский, его издатель, был этим очень недоволен. Вот очень часто. Но представить, что Лермонтов был бы столь же легкомыслен или настолько легкомыслен к чужой рукописи, мы не можем. Это не слова Лермонтова. В этом месте отчетливо видно, что проезжий офицер тоже персонаж, а не маска автора. Соответственно, искажается и его видение ситуации. Искажается и его видение ситуации. Далее у нас Тамань. И тут мы сталкиваемся уже с прямой речью Печорева. Больше там вроде бы никого нет. Больше там вроде бы никого нет. Очень хорошо. Дальше. Княжна Мэри. Княжна Мэри. Опять же, прямая речь Печорина. Именно он рассказывает все. Больше ничего нет. Там нет других рассказчиков. Это понятно. Но рассказчик, это что такое всегда? Это точка зрения. Точка зрения. Вот в Максим Максимович, в главе Максима Максимовича, две точки зрения. Проезжий офицер и сам Максим Максимович. Как они отмечаются в тексте романа, мы еще поговорим. Там есть специальные приемы, которыми Романта в каждой причем главе пользуется. Вопрос. Княжна Мэри сколько точек зрения? Понятно, что есть Печоринская. Но ведь там свою оценку ситуации выдает не только Печорин, но и Вернер. Причем эта оценка с Печоринской не совпадает, Печорин его фиксирует. И Грушницкий. И вдруг выясняется, что вроде бы прямая речь Печорина, тем не менее, в себе содержит еще несколько параллельных оценок ситуации. Еще несколько параллельных оценок ситуации. Фаталист. Опять вроде бы сам Печорин. Вулич по большому счету только действует, он только персонаж, никакой точки зрения не дает. Но все равно, помимо, собственно, Печоринского слова, в фаталисте присутствует еще одна точка зрения. Чья? Максим Максимович. Опять же. фразами, фразой которого роман завершается, и фразой о котором роман закрывается, собственно. Причем, эта фраза тоже довольно интересная. Он вообще не любит метафизических прений. фаталисте Лермонтов нас заводит в эти самые метафизические прения, после чего завершает слово Максима Максимовича. И это, между прочим, мы же говорим об устройстве романа, о его композиции. Фаталист, концовка, и в концовке снова нам дается слово Максим Максимович, с которого роман начинается. Кольцевая композиция. Кольцевая композиция, по сути. Теперь о том, как эти точки зрения в романе фиксируются. Пойдем опять сначала. Вот нам рассказана история Беллы, но она ведь не просто нам рассказана, она еще дается нам в оценках. Она еще дается нам в оценках. Оценка Максима Максимовича разлита по всему ему, по всему рассказу. Печорин странный человек, Беллу ему жалко. Но она не зафиксировала. Оценка Печорина присутствует здесь? Присутствует. Это его знаменитая исповедь Максиму Максимовичу. Ну вот где он. Послушайте, Максим Максимович отвечал он, у меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким? Бог ли так меня создал? Не знаю. Знаю только то, что если я причиной несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение и так далее. И дальше кончается это словами, которые потом еще несколько раз Печорин повторяет. Мне скучно. Мне скучно. Причем дальше в диалоге Максима Максимовича и проезжего офицера эта скука вроде бы выводится в плоскость вот такой культурной моды английский сплин. Максим Максимович спрашивает, это французы взяли моду скучать? Нет, англичане. И дальше проезжий офицер рассказывает, что мода вообще-то уже проходит, ее сейчас донашивают уже низшие слои, а те из высших, кто до сих пор скучают, предпочитают свою скуку скрывать. Вроде бы не какая-то метафизическая скука, а нечто другое. В фаталисте выяснится, что как раз все-таки метафизическая. И в чем ее метафизический сверхличностный так скажем смысл, это уже вопрос для читателей. Что происходит? В главке вдруг оказывается некая фиксированная концентрированная оценка происходящего. в данном случае она принадлежит Печорину самому, хотя рассказчик не он. Дальше главка Максима Максимовича. Главка Максима Максимовича рассказана в основном проезжим офицерам, но в финале уже после вот этого знаменитого разговора, который и так Максима Максимовича обижает, следует довольно долгий монолог Максима Максимовича. Да, сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид. Конечно, мы были приятели, но да что приятели в нынешнем веке, что ему во мне, я не богат, не чиновен. Скажите, ну что вы об этом думаете, ну какой бест несет его теперь в Персию, смешно, ей богу, смешно. Да, я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться, а право жаль, что он дурно кончит, да и нельзя иначе. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает. Максим Максимович подытоживает произошедшее. Оно рассказано не им, но именно ему принадлежит некая финальная, такая нравственно-психологическая точка. К ней добавляет свою собственную точку еще и проезжий офицер, который это комментирует. Грустно видеть, когда юноша теряет свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие. Хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими. Но чем их заменить в лета Максима Максимовича? По неволе сердце очерствеет и душа закроется. И это вторая оценка ситуации. В дальнейшем в каждой сюжетной главе, понятно, что в предисловиях журналу этого не будет, в каждой сюжетной главе будет подводиться обязательно некоторый нравственно-психологический итог. То есть в каждой главе вообще есть вывод. Лермонтов строит свои новеллы, вроде бы такие непохожие, друг на друга, тем не менее, по одной схеме. По одной схеме. Сюжет, вывод. Другое дело, что вывод не всегда очевиден. Вот в Тамане вот эта вот авантюрная история, в которой Печорин оказывается лишним героем. Лишним героем, который разрушает какой-то идущий помимо него сюжет. И он даже не понимает, в чем этот сюжет. Причем тут слепой мальчик, при чем-то старуха. В конце понятно, что между Ундиной и Янка есть какие-то отношения, но что это за отношения? Какого рода роль в них играл этот слепой мальчик, которого они бросают в итоге? Мы не узнаем. То есть, по сути, сюжет Тамани мы не знаем. Настоящий, в который вдруг внезапно оказывается вброшен герой Лермонтова. Тем не менее, вывод есть. Вывод есть. Мне стало грустно, пишет сам Григорий И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень, едва сам не пошел ко дну. Здесь уже есть смыслы, которые продолжатся в княжне Мэри, где он говорит о себе, что я как топор падаю на плечи, на голову, ни в чем не поведу, и в фаталисте, потому что тут есть некое уже подспудное рассуждение о судьбе. Подспудное рассуждение о судьбе. Другой моральной оценки, другого морального вывода здесь нет, но этого в данном случае вполне достаточно. Дальше следует княжна Мэри. В сюжетном смысле, с точки зрения биографии героя, это в сюжетно-событийном смысле, так скажем, это, вероятно, центральная глава, потому что в ней сконцентрированы сюжетные ниточки, идущие из прошлой жизни Печорина, и в ней же он в итоге приходит к тому психологическому состоянию, с которым вступает в последнюю главу своей жизни, а это белый фаталист. Это некая кульминация. Сам сюжет, естественно, все помнят, но есть еще его психологический вектор, где Печорин сначала увлекается, причем увлекается как бы по двум параллельным направлениям. С одной стороны, он вспоминает историю с верой, ему становится важно снова ее соблазнить, получить, а с другой стороны, он увлекается игрой вокруг княжной мэрии, в которую вовлекает Грушницкого и доводит дело до дуэли. Причем именно доводит. Да, он рискует и сам, разумеется, и это звучит в его дневнике, но риск этот просчитан, учтен, и итог, который ему нужен, он знает, и этого итога добивается. То есть он разыгрывает шахматную партию, по большому счету, с одной стороны. С другой стороны, он полностью поддается страсти. То есть он живет как бы в двух направлениях одновременно. И если то, что сделано расчетом и умом у него получается, хотя никакого положительного итога он этим не добивается, то то, что он делает по велению страсти, то кончается чем? Неудачной погоней за верой, загнанным конем, и когда он возвращается, он засыпает сном Наполеона после Ватерлоу. Вот это очень интересная, между прочим, ремарочка. Ну, полагаю, что все помнят, что такое Ватерлоу, это финальное поражение Бонапарта во время его знаменитого возвращения этих 100 дней, после которого уже его судьба окончательно была определена, предрешена и так далее. То это окончательное жизненное поражение, вот что этим словом называется. Но речь-то идет о дневнике, речь идет о дневнике, о собственно ручных записках. Причем в предисловии к журналу Печорина проезжий офицер пишет, что записки эти полезны потому, что они полностью и искренне открывают нам человека. И приводят в пример исповедь Руссо плоха уже тем, что он читал ее друзьям. То есть дневник ценен только тогда, когда он полностью искренен. Понятно, да? И вот дневник Печорина, который, казалось бы, полностью нам все открывает. Это его знаменитые записи перед дуэлью и так далее. и вдруг в самом важном месте этот же человек пишет о себе же по сути о главном поражении в своей жизни одной фразой. Он обозначает, что произошло, но ничего не раскрывает. Мы не знаем, что он чувствовал, засыпая сном Наполеона перед Батерлоу, что он думал, проснувшись. Вдруг это оказывается закрыто. Ну, что это значит для образа Печорина, кем он в итоге предстает, это с одной стороны уже область интерпретаций. То есть мы можем представить, что он боится, даже самому себе полностью сказать, что жизнь его кончена. Что-то еще можем предположить. Но это не область построения романа. Что это значит с точки зрения именно устройства романа Лермонтова? А это значит, что дневнику Печорина мы тоже не можем до конца доверять. Он не все там говорит. Не все он там говорит. Что из этого следует? Из этого следует, что ни один голос в романе до конца не может считаться абсолютно определяющим. Мы уже после литературы 20 века, где очень часто писатели просто играют этими авторскими позициями и так далее. С одной стороны, к этому привычные. С другой стороны, тут надо же понимать, что это же 19 век. Игра авторскими точками зрения, конечно, была. Те же повести Белкина, с которыми иногда сравнивают пушкинские повести Белкина, с которыми иногда сравнивают композицию героя нашего времени, тоже вещь в этом смысле игровая. Но всегда, тем не менее, подразумевается наличие некоего финального авторского слова обобщающего или хотя бы финальной авторской мысли. В Княжней Мэрии, кстати, тоже есть вот эти фиксации точки зрения. Вот перед дуэлью Печорин записывает «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил?» Вот знаменитая запись. «Для какой цели я родился?» А верно, она существовала и верно, было. Было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе мои силы необъятными. Но я не угадал, я увлекся приманками, страстей пустых и так далее. Вот. И может быть я завтра умру, не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле, одни скажут он был добрый и малый, другие мерзавец. И то и другое будет ложно. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить, а все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Смешно и досадно. Вот это вот смешно и досадно это интересная концовка в общем-то весьма грустного рассуждения. Весьма грустное рассуждение вдруг заканчивается именно смехом и досадой. Но обратите внимание еще вот на что. Вот на что. Все в прошедшем времени. Все в прошедшем времени. То есть перед дуэлью с Грушницким, когда это записано, он уже сознает свою неудачу. Вот это важный момент. То есть концовка истории с Белой, с Верой, извините, пожалуйста, концовка истории с Верой эту неудачу подтверждает, но неудача уже совершилась. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И дальше в конце этой же главки и теперь здесь в этой скучной крепости я часто пробегая мыслью прошедшей спрашиваю себя от чего я не хотел вступить на этот путь. То есть жениться, например, открытой мне судьбой, где меня ждали тихие радости и спокойствие душевное. Нет, я бы не ужился с этой долей. Вот здесь важно то, что концовка вот этой части записок Печорина создается уже в крепости, где потом произойдет история с княжной Мэри. То есть после этой записи либо сначала фаталист, потом Белла, либо начинается история с Беллой и внутри нее фаталист. Вот этот вот эпилог жизненный. Эпилог жизненный. Говорим о вот этих вот точках и выводах, которые в каждой главке совершаются. Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Месяц полный и красный, как зарево пожара начинал показываться. Вот классический такой образец лермонтовского стиля. Вот, кстати, приглашаю, кому интересно, 30-го, если не ошибаюсь, апреля, но у нас анонс еще будет, будет лекция, посвященная именно стилю романа. Стилю романа. Может быть, она будет даже интереснее, чем это, мне кажется. И мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светило небесное, принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж, эти лампады, зажженные по их мнению только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, ну и так далее. Вот это вот, опять же, знаменитое философское рассуждение Печорина, которое потом в русской литературе, между прочим, много раз повторяется на разные лады. На разные лады. Тут буквально навскидку я могу что вспомнить «Призраки Тургенева», повесть, где звучат очень похожие размышления героя, и «Сон смешного человека Достоевского», где абсолютно похожие вещи прокручивает в голове смешной до своего преображения. Ну ладно, это одна такая точка в фаталисте, но есть и другая. Да, конечно, эта штука довольно мудреная, впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских, они как-то на нашему брату неприличны, приклад маленький, того гляди, нос обожжет. Зато уж шашки мои просто мое почтение. Потом он примолвил несколько подумав. Да, жаль беднягу, черт же его дернул, ночью с пьяным разговаривать. Видно, так уж на роду было написано, это фаталист. И вот Максим Максимович, во-первых, подтверждая основную мысль фаталиста о том, что управляется все не нами, а случаем или судьбой, но все это снижает в своей речи совершенно непроизвольно на уровень совершенно бытовой. Совершенно бытовой. И вот вдруг оказывается, что только на этом уровне и можно вообще существовать. Потому что Максим Максимович остается живой, когда Печорин умирает. А сам Печорин пишет, больше я от него ничего не мог добиться. Он вообще не любит метафизических премий. Но вот что интересно, ничего не мог добиться от Максима Максимовича. А зачем Печорин вообще от него чего-то добивался на эту тему? А видимо потому, что для Печорина вроде бы спокойные размышления о фаталистической вот этой подчиненности судьбе, для Печорина они оказываются вообще-то нерешенным конфликтом. Нерешенным конфликтом. Более того, в принципе историю с Беллой можно рассматривать как что? Как попытку свою судьбу переломить. Свою судьбу переломить. Лично мне больше нравится тот вариант, в котором фаталист все-таки перед Беллой. Все-таки перед Беллой. Почему? Потому что именно тогда получается, что Белла это, так сказать, последний эксперимент. и его главная исповедь Максиму Максимовичу совершается тогда, когда он убеждается в неудаче и этого эксперимента. И этим же объясняется это еще одна особенность романа структурная. Этим же объясняется финальный жест Печорина в Белле, который так поражает Максима Максимовича. Знаменитый смех в ответ на утешение. Максим Максимович его утешает, а Печорина вдруг смеется таким смехом, который не приведи Господь услышит. Вот, кстати, это еще одна структурная особенность романа. В каждой его новелле, в каждой его главе есть не только вот эти фиксированные подведения итогов, но еще и некий финальный жест. Он не всегда именно в финале, но он есть специально Лермонтовым выделенный. Ну вот, в Белле я уже сказал, это смех самого Печорина, в Максим Максимовича это что? Максим Максимовича, это сам Максим Максимович, который, склонившись над своим дорожным сундуком, брезгливо выкидывает из него тетрадки с записками Печорина. Хоть что с ними делаете, можно патронов наделать и так далее. Вот это вот жест, а это, между прочим, что такое? Это очень важная для романа, для прозы того времени вещь. Жанр записок или роман в форме записок это довольно типичная штука. «Капитанская дочка». Записки Петруши Гринева. Типичная штука. Но эти записки как-то обосновываются обычно в фиктивном предисловии издателя. И оно, кстати, тоже есть, но оно пародийное. Поэтому поставлю свое имя под чужую рукописью и прочее. Здесь это обоснование появления записок. Печорин разрешает с ними делать все, что угодно, ему они не важны. Это разрешение повторяет Максим Максимович для издателя. Вообще говоря, даже по меркам 19 века это довольно юридически и морально слабое обоснование, между прочим. Потому что формального разрешения именно печатать записки сам автор не давал. он Максим Максимович разрешает делать все, что угодно, имея в виду, что Максим Максимович действительно наделает из них патронов. Максим Максимович мстительно говорит, а хоть в журналах печатайте, он-то понимает, кому он это отдает, все-таки, несмотря на всю свою простоту. И тут этим разрешением, которое дано в состоянии аффекта, радостно пользуется. То есть моральное право на публикацию записок вообще-то издателю, вот этому проезжему офицеру не передается. И это нарушение вот такой жанровой и стилистической конвенции формы записок. Вот. Так вот, в каждой из этих глав, я немножко отвлекся, есть своя точка. Вот это записки, выкидывание записок Максима Максимовича это точка к голове, жестовая именно, точка к голове Максима Максимовича. В Тамане, ну что, это, видимо, звук монеты, которую не поднимает слепой мальчик, который ему дает Янг. В Книжней Мэри, мне кажется, что это жест доктора Вернера, который на фразу «Финита ля ля комедия», а этой фразой сам Печорин отмечает финал дуэли. На вот эту фразу «Ироничный доктор Вернер», который вроде бы на равных общается с Печориним всю дорогу, промолчал и отвернулся. Видимо, пораженный тем же самым чувством, с которым Максим Максимович слушает смех Печорина. В «Фаталисте» как раз не знаю, может это поступок самого Печорина, который кидается под саблю этого пьяного казака, может что-то еще. Тут может быть такого жеста финального и нет, но может быть он и не нужен, потому что все закольцовывается и возвращается к началу, снова к Максиму Максимовичу. Причем, если в предыдущих главках, даже когда мы имеем две точки зрения, и они не вполне совпадают между собой, они все-таки друг другу не противоречат. Здесь есть явное противоречие. Тот довольно высокий уровень размышлений, который в «Фаталисте» демонстрирует Печорин, вдруг иронически обрывается вот этой фразой Максима Максимовича. Вот это сопоставление серьезности и иронии, серьезности проблематики и иронического низведения этой проблематики на бытовой уровень, на самом деле проходит через весь роман, через весь роман. Мы с ним встречаемся уже в «Белле». Почему? Потому что с точки зрения биографии Печорина, это вообще говоря последний акт трагедии. Причем трагедии Печорина, трагедии у того гордого ума, который сам себя погубил, по большому счету. Но как Максим Максимович это рассказывает? Начинается все с того, что есть люди, которым на роду писано, снова попадать во всякие интересные истории. Ну и дальше идет. А дальше это рассказано, ну вот, как, в общем-то, бытовая история. Все остальное, что мы тут проговариваем, мы выводим из последующего раскрытия персонажа и из наших размышлений. Для Максима Максимовича это история трагическая в бытовом понимании термина. То есть погибла девушка, хорошая, добрая, красивая, несчастен молодой человек. Это тоже нехорошо. Смысла трагедии Печорина Максим Максимович, конечно, и близко не понимает. Ну, немножко увлекаясь в другую область, вообще Максима Максимовича принято считать вот таким вот, как бы, нравственным критиком Печорина от народа, что называется. Голос народа, который вот проговаривает какие-то вещи. Причем традицию вот такого понимания этого образа заложил не кто-нибудь, а Николай Первый. Ну, я немножко шучу, конечно, потому что реакция Николая Первого в ту пору публичной не была, но ему действительно понравился Максим Максимович. Вот, и не понравилась вторая часть романа. Потому что, по-первых, он подумал, что герой нашего времени это и есть Максим Максимович. Честный служак, который служит царю и отечеству. Ну, вот, видит разные странные истории по дороге. Когда выяснилось, что это не так, Николаю история не понравилась. Так ли это в романе? Так ли это в романе? Ну, возьмем вот эту знаменитую сцену непонимания Максима Максимовича и Печорина. Обычно ее трактуют как? Бесчувственный Печорин обижает старого друга. Ну, что делает старый друг в первый же момент встречи? Он спрашивает, помните Беллу? Печорин слегка бледнеет. При этом перед этим несколько раз подчеркнуто, что в нем видно исключительное владение собой. Итак, несколько раз, я не буду в эту сторону уходить, это немножко далеко от нашей темы. Но вот этот самый Максим Максимович на радостях от встречи со старым другом, вообще-то говоря, несколько раз допускает, допускает, ну, я бы сказал, колоссальную бестактность. Он тычет, вот прямо, не стесняясь, в самые больные места Печоринской души. И после этого обижается, когда Печорин резко сворачивает разговор и уезжает. Практически любую сцену романа, практически любую сцену романа, можно вот так вот развернуть. Можно вот так вот развернуть. Роман написан так, что его можно поворачивать и смотреть на героев с разных полюсов. С разных полюсов. Для чего это сделано? Для чего это сделано? Видимо, это сделано для того, чтобы читатель немножко по-другому... Ну, понятно, что Лермонтов тут не мог рассчитывать на всякого читателя. На всякого читателя. Вот и предисловие... Ну, или, скажем так, может быть, когда он роман писал, он рассчитывал, что это относительно легко будет понято. Тут еще надо вот одну важную ремарочку допустить. Дело в том, что герой нашего времени включает в себя, как все знают, некоторые автобиографические черты. Вплоть до того, что происшествие в Тамане, видимо, какое-то было экзотическое, на основе которого он это выстроил. Понятно, что княжна мэрия имеет свои автобиографические событийные корни. Корни это все ясно. Но ясно-то это ведь не только нам. Это было ясно и современникам Лермонтова, в том числе и его ближайшему кругу. Которые могли видеть, как роман писался, которые могли читать его в рукописях и, может быть, обсуждать. И, может быть, в этом кругу многое было понятнее. Поскольку в предисловии ко второму изданию, помимо всего прочего, есть и некая обида. Не поняли. Публика наша еще невинна, как дитя, на самом деле. И не способна воспринимать такую пищу. Но в этом же предисловии есть некое литературное сопоставление. Кстати, в предисловии к журналу Печорина тоже есть упоминание Руссо и его исповеди. А здесь другое. Нам скажут, что человек не может быть так дурен. Мы возразим. Отчего же вы верили вымыслам гораздо более ужасающим? Он имеет в виду готическую и романтическую литературу. Если вы верили в существование вот этих злодеев, почему не верите в существование Печорина? Или нет. Почему не можете допустить существование Печорина даже как вымысла? Даже как вымысла. Это предисловие фиксирует некие новые отношения с публикой. Почему оно в первом издании не было нужно? Видимо, потому что был расчет на иные отношения. Когда выяснилось, что роман понят не так, что его поняли либо как автопортрет, либо как пасквиль, либо как апологию злодея, пришлось писать это второе предисловие. Которое заканчивается. Нужны едкие истины, горькие лекарства. Горькие лекарства. Лекарства от пороков поколения, дурен собой, это понятно. Но в самом прочувствованном месте романа, в этих записях перед дуэлью, в книжной мэре, звучит слово «понять». Понять героя. А кто понял, тот уже не осудит. Вот эта игра точками зрения, причем на всех уровнях, от структуры рассказчиков до перекидывания глав, против реальной хронологии. И в каждом отдельном эпизоде до намеренно дающейся читателю возможности смысл эпизода перевернуть, вот об этом как раз будем говорить на следующей лекции в апреле. Я немножко туда заглянул, но там есть еще более интересные вещи. Рекламирую заодно. Вот эта множественность точек зрения на всех уровнях в романе проявленной, она нужна как раз для того, чтобы обеспечить внимательному читателю возможность этого героя понять. Возможность этого героя понять. Да, понимание это будет разным. Поскольку возникающая система отношений слишком сложна, чтобы при каждом вхождении выдавать один и тот же результат, воспользуясь термином информатики. Потому что мы входим тоже с разным багажом. Одно дело мы читаем героя нашего времени в девятом классе, в 15 лет. И все осуждаем Печорина, конечно. Другое дело мы читаем его в 40 лет, уже будучи старше Печорина, между прочим, в момент основного действия на 15 лет, потому что там ему 25. В момент действия Максима Максимовича ему 30. И это немножко другое отношение уже. И дело не только, естественно, в возрасте, там же иного, где-то и прочее. Поэтому результат этого понимания будет, конечно, разный. Но состояние этого понимания должно для читателя наступить. И, видимо, подразумевается, что оно, в общем, будет не вполне комфортным, если уж в самом начале Михаил Юрьевич считает необходимым задать именно вот эту эмоцию. Едкости, горечь. Едкости, горечь. А заканчивает роман довольно едкой иронией по отношению ко всему дневнику Печорина. Потому что заканчивать «Фаталиста» и заканчивать журнал Печорина, и заканчивать весь роман вот этой вот фразой, не любит метафизических прений, это, на мой взгляд, и автоирония тоже. Он и над собой иронизирует. Он и над собой иронизирует. Таким образом, роман построен, подхожу к итоговому выводу, роман построен как сложная система различных точек входа в смысл романа. Мы можем исходить либо из предположения, что фаталист до Беллы, либо что фаталист внутри Беллы. И мы войдем, по сути, в разные романы. Мы можем исходить из того, что Максим Максимович – это голос народа, политически непогрешимый, и он оценивает Печорина. А можем исходить из того, что Максим Максимович просто не понимает ни с кем, ни о чем он говорит. Это не его вина, а просто он действительно не понимает. И тогда нам нужен проезжий офицер, и дневник Печорина, и все остальное. Мы очень многое можем развернуть по-разному в зависимости от того, с какой точки мы в роман войдем. И это главное, пожалуй, свойство романной структуры. Я уже перехожу на такой научный вид, но я думаю, что вам понятно, что я имею в виду. Главное свойство романной структуры, которое, в принципе, до Лермонтова еще в мировой литературе вообще, в мировой литературе не воспроизводилось. После Лермонтова можно указать несколько вариаций, среди подобных же принципов построения роман, среди которых главное – это, конечно, Достоевский. В XX веке там разные вещи возникают еще дополнительно. Там это уже осознается именно как прием, и это уже начинают тиражировать по-разному. Ну вот как-то так. Тиражировать по-разному. Продолжение следует... Продолжение следует...